ну что привет вселенная сегодня у нас 23 июня 66 55 по вечера по калифорнийскому времени поясняю почему по калифорнийском потому что в разных штатах сша разное время я все никак к этому не привыкну и это вполне себе неудобно потому что невозможно понять когда ты там созваниваешься с кем-то это не знаешь из какого штата кому-то звонишь и в общем в общем я себе забил в календарик точнее не в календаре как там где вот эти часы где тут они у меня вот тут у меня лос-анджелес чикаго но тут смотрите видите в нью-йорке сейчас 9 часов 56 минут ну то есть на три часа больше в новом орлеане это в луизиане сейчас на два часа больше вот в чикаго тоже на два часа больше ну вот такие вот в минске на на 8 часов больше так ладно возвращаемся так вот я к чему это говорю я на всякий случай протру камеру я ждал это видео наверное я надеюсь что вы его ждали потому что вы мне писали об этом я сам ждала в ней запись идет не больше не меньше вашего потому что сегодня вот уже 23 число и прошла ровно неделя с того момента как я собственно вышел из детеншина и хочу сказать о том что ну я сейчас не буду об этом рассказывать потому что моя задача сейчас рассказать про про мои 20 дней в детеншине что там происходило и дать какие-то какую-то полезную информацию на этот счет вот я себе заварил шоколадный чай в общем сейчас но на вкус просто как будто бы ты пьешь черный шоколад я не очень люблю черный шоколад поэтому наверно кому другому понравится дам какие-то рекомендации дам какие-то там в общем информацию которым наверняка будет полезно наверняка что-то будет не полезно потому что в разных детеншинах все по-разному но вернемся с того с чего я зачем я закончил в прошлый раз в 2 или в 3 часа утра 26 мая нас разбудили вывели в коридор из бордера бордер у меня находился на сан и сидра переходила границу я на атое место но отвезли нас бордера на сан и сидра насколько понял на таймеса нет бордера и суре я такой замученный смотрю на себя просто какой-то ну потом про все про то что в клюв клюв сейчас происходит в лос-анджелесе расскажу потом это я думал что в канкуне было тяжело но я понимаю что это были просто вообще семечки так вот вывели нас 2 в 2 часа 30 минут из нашей камеры вот повели куда-то через столовую наполненную людьми в какой-то вот вниз куда-то на нижний этаж там стояла очень красивая девушка которая произносила наши имена и там стояли наши сумки и когда называли наше имя нужно было подойти к сумке и вместе с этой сумкой от сумку отнести к автобусу ну к автозаку да большому такому автозаку металлическому красивому кстати и поставить ее там а потом стать руки к стене вот это вот я за эти первых шесть дней уже часто это дело руки к стене тебя досматривают вот в этот раз на меня я уже прошлый раз говорил об этом надели на руки надели такую цепь на на грудь надели наручники на руки надели металлические кандалы вот к этой цепи которая у меня на груди прикрепили мои наручники вот и одного человека там тоже случилась паническая атака вот в этот момент кстати говоря меня как очередной раз привлекли что-то перевести потому что человек не разговаривал на английском языке этому успокоил немножко вот и поехали мы почему-то дали подышать ему нашатырём и поехали мы кстати говоря вот вот на этом моменте хочу остановиться потому что я уже говорил о том что в бордере очень важно сказать о том что какие у тебя заболевания и предоставить им сразу лекарства вот потом не забыть сказать о том чтобы они надели такую как в клуб проходную такую ленточку с твоей фамилии и когда я уезжал из бордера я видел что как была какая-то был какой-то такой была такая штучка такой подносики не так это правильно назвать со всеми лекарствами я видел что они их везут то есть я думал что на в детеншине мне их отдадут но нет вот кто-то мне говорил что спрашивали у кого-то если у кого-то лекарство но может быть все-таки стоит спросить про свои лекарства когда вы будете садиться в этот автобус может быть какому-то везунчику их отдадут потому что я забегая вперед хочу сказать что мне мои лекарства в детеншине не отдали мои лекарства которые нельзя купить без рецепта в америке бесплатно у меня их забрали которые мне помогают там у меня сейчас я я болел к видом где-то в ноябре в октябре я не точно не помню точнее даже не знаю об этом потому что я пришел к врачу и у меня был несколько у меня был конъюнктивит мы его раз вылечили потом через две недели опять он там через три недели опять у меня конъюнктивит и в общем врач мне сказал что это да а вы что не поняли что вот после ковида есть такое в общем после конъюнктивит involved бывает типа конъюнктивит хронический типа выше не знали что я говорю ну нет я не знал просто господи как это слово называется когда осложнение вот я не знал про такое осложнение что после к вида бывает когда-то она у тебя в общем мне назначили курс Шестимесячный мне нужно было капать три вида капель, не один месяц, а последний третий – шесть месяцев. И вот я когда заезжал в бордер, у меня уже был четвёртый месяц, когда я принимал этот курс, и я продолжал использовать. Потому что мне сказали, что очень важно докапать шесть месяцев, иначе конъюнктивит может возвращаться. Ну, то есть он не пройдёт, и он станет хроническим заболеванием, которое уже никогда ты не сможешь вылечить. И забегая вперёд в детеншене, то есть в бордере, если бы мне давали эти капли, я капал два раза в день, точно так же мазал свой, как его зовут, заболевание, господи, кожное. Все слова повылетали. В общем, мазал там свои проблемные места на коже и взял на всякий случай с собой лекарство от герпеса. Положил тоже в этот пакетик герпес, у меня от переменной температуры холодной, к счастью, не выскочил. Но, в общем, суть в том, что в бордере мне ничего этого, в детеншене мне ничего этого не выдали. И это, ну, в моём случае было крайне опасно, и я позже расскажу, почему, ну, в общем, важно проследить. Может быть, кому-то повезёт, и вы сможете получить, добиться, чтобы вам ваше лекарство из бордера передали. Так вот, в общем, очень красиво, девушка у нас там всех заковаливает, наручники посадили в этот автозак. Псориас, вот вспомнил, какое у меня заболевание кожное. И поехали мы, мы ехали достаточно недолго, но около получаса больше стояли, на самом деле. И никто не знал, куда нас везут, в отель, там, или в детеншен здесь, где-то вот около, ну, вот, в Сан-Диего. Такой тоже есть, и в такой тоже много кого сажали, я про это слышал. Вот, например, там, жён многих у нас, ребят, или сестёр, там, вот, именно в этот детеншен, там, в Сан-Диего сажали. Короче, если, если когда я сидел в бордере, я, когда у нас уводили ребят мимо нашей камеры, я слышал слово «Луизиана», «Луизиана», что-то там кто-то говорил, то как в тот момент, когда везли нас, слово «Луизиана» не звучало вообще ни разу, и поэтому все мы ехали в каком-то недоумении, куда нас везут. Все, конечно же, боялись что-то спрашивать, и когда нас подвезли к самолёту, стало понятно, что куда-то мы летим. Учитывая то, что у меня штат Калифорния, где мой поручитель находится, я во всех документах указал, было абсолютно непонятно, зачем мне ехать в другой штат, лететь. Два с половиной часа мы летели, до хрена, в общем-то, вы понимаете, да, там, от Минска на Москву я летел 45 минут, час, вот. А тут два с половиной часа, ну, можете представить, сколько это километров, ну, около, там, трёх тысяч, может быть, чуть-чуть с лишним, хотя здесь всё в милях, надо привыкать, миль будет поменьше. В общем, как я уже говорил, да, тут голос, нас рассадили по этим местам, было забавно, вот, дождали воду, можно было, там, понятное дело, ходить в туалет, но там звучал этот голос, типа, там, вот, отключите все электронные предметы, вы с этого поугарали. Вот, я когда нас садили уже в этот автобус, как раз-таки познакомился с единственным парнем белорусом, который был среди вот всей нашей большой, большого количества людей, нас было порядка 80 человек, да, 80, целый самолёт, целый самолёт этих будущих, будущих граждан США посадили на самолёт, набралось, в общем, и полетели, прилетели мы два с половиной часа, мне повезло сесть у окна, и сначала было, я хотел, хотел посмотреть уже, ну, вот, на Америку-то, я уже, вот, провёл уже шесть дней в Америке, так не смотрел ни на что ещё, хотел посмотреть на эту Америку-то, куда я прилетел. Был очень красивый вид, и я не знаю, я вот как человек, который проработал 4 года в компании, который занимается сельским хозяйством, ни разу лично ещё не видел полей, которые вот высаживают, да, делянки, прямоугольные, да, или там, условно, квадратные, да, и были круглые, круглые поля с какими-то культурами, в общем, я, это было, я не совсем понимаю, зачем делать круглые поля, это, в общем-то, ну, эргономически, наверное, невыгодно, там же остаётся куча свободного места, вот такие вот прям круги, круги, поля из кругов, не круги на полях, а именно поля из кругов, в самолёте я наблюдал, вообще, мы пролетали какие-то, и какие-то пустыни, и какие-то горы, в общем, невероятно красиво, хотелось там безумно погулять, и ощущение того, что тебя куда-то, ты летишь куда-то, и ты не знаешь куда, ну, мы уже в самолёте спросили, поняли, что в Луизиану, как-то, в общем, было и грустно, и, ну, я, честно скажу, я прям от этого момента, от этих наручников, от того всего, я, честно скажу, я прям кайфовал, для меня это был прям реальный какой-то, во-первых, потому что я вышел из этой камеры, в которой я просидел шесть дней, в которой, там, да, нельзя было дышать просто, спокойно, и там были эти засечки 16 дней, там, да, кто-то сидел 16, я не мог поверить, что кто-то, что я просижу там 16 дней, потом, позже, в детеншине, я познакомился с людьми, которые сидели 19-24 дня в бордере, и я не могу представить, как люди сидели в бордере 24 дня, это же какой-то просто кошмар, вот, и я, наверное, был так рад, что я вышел, что мне эти как-то уже наручники, в общем, я себе представил, это реально всё было, как в настоящем кино американском, в общем-то, я, в общем-то, я и в Америке, я теперь понимаю, что все эти фильмы, это абсолютно true, да, я сейчас говорил, что я вот сейчас заварил чай, вы, там, если хотите, тоже сейчас что-нибудь заварите, ну, что рассказ сегодня у меня будет долгий, я не знаю, может быть, даже разделю это видео на две части, потому что очень много событий произошло, вот это, конечно, они, в общем, летели-летели и прилетели, как говорится, мы в эту Америку, в эту Луизиану, в этот штат, никто не знал, мы же все по географии, там, немножечко это троечники, я не знал, где именно Луизиан находится относительно Калифорнии, оказалось, что это правее через штат или два, вот уже сам сейчас не помню, по-моему, через Мексику и ещё какой-то штат, могу сейчас прям загуглить, но это, в общем-то, не супер важно, суть в том, что после этого мы все вышли, здесь нас сняли эти цепи, нет, или не сняли? Нет, не сняли, и посадили нас в другой, в два других, этих, как их зовут, автозак и везли, везли достаточно долго, порядка часов в двух, полутора точно, и это тоже было очень странно, ещё этот чувак, который, типа, следит за автобусом, он сразу сел на переднее сиденье, и все эти два часа смотрел просто ролики в ТикТоке и в Инстаграме, и я такой думаю, блин, ну, то есть, а так, правда, ну, то есть, даже не стеснялся там, не скрывал, что он там что-то смотрит такое, я думал, блин, так разве можно, да, ну, как бы, ладно, а за нами там смотреть не надо, ну, короче, я как-то, плюс ещё этот телефон, ты уже забыл, как этот телефон выглядит, и тут вас везут, в общем, приезжаем мы, долго мы ехали, правда, и всё это было ещё очень нервно, потому что все уже думали, хорошо, мы сейчас сюда едем так долго, а как же мы будем ехать обратно? Мы прилетели в аэропорт, а в аэропорту только был один наш самолёт, как же мы будем из него улетать? Оказалось, что это военный аэропорт, соответственно, всё это вдали от, да, от людей, от гражданских, чтобы улетали мы с военного аэропорта и прилетали мы на военный аэропорт, всё это было сделано для того, чтобы мы как-то меньше пересекались, да, с гражданскими людьми, и, говоря, там, забегая вперёд, улетать вы будете из обычного аэропорта, вот, но ехать до него действительно долго, возвращаться нужно примерно столько же по времени, и иногда это бывает дорого, иногда вас отводят сами работники детеншина, но об этом позже, я там познакомился, говорился с парнем из Беларуси, я думал, что мы как-то так будем поддерживать взаимоотношения, но его выпустили достаточно рано, поэтому больше беларусов особенно, там, ну, я встретил потом, но это неважно. В общем, издалека этот детеншин, что такое детеншин? Это детеншин переводится как, господи, ну, типа детеншин центр, миграционный центр, да? Ну, вот тут переводится центр под стражей, ну, ладно. Суть в том, что я воспринимал это как временное место, не как тюрьму, я не думал, что я буду сидеть в тюрьме, потому что я в первую очередь подаюсь на беженство, да, на убежище в стране, в США, и я не преступник, поэтому в тюрьме меня содержать как минимум странно. Но, по факту, в общем, когда мы подъехали со стороны, это выглядело очень прилично, такие кирпичные домики, какая-то такая, лужаечки такие, конечно, все это, ну, оцеплено сеткой рабицы, понятно, там, с колючей проволокой сверху. Ну, абсолютно очевидно, что сбежать оттуда, в общем-то, как бы, что никто, ну, то есть, бояться, что оттуда кто-то будет, может сбежать, соответственно, там тебя будут держать под стражу, ну, хотя это было логично, когда тебя ввели, ввезли туда в наручниках. Короче говоря, выглядели со стороны это очень неплохо, прилично, уютно даже, ты как такой центр оздоровительный. Но когда ты заходишь внутрь, там очень холодно, вот внутри абсолютно не оправдывает ожидания детеншн твоим, потому что, вообще, секундочку, выключу я, у меня все время гаснет экран на режиме сохранения энергии, и мне все время отвлекаются на него. В общем, сажают, то есть, это такое холодное, такое металлическое место. Я понимаю, что детеншн могут быть у всех разные, не обязательно в Луизиане, может быть другое какое-то. Я за всех говорить не буду, есть разные детеншн с разными правилами. Кстати говоря, у нас были такие правила, ты можешь звонить, тебе дается 500 бесплатных минут, по-моему, в первый день ты можешь позвонить 10 минут, или 2 звонка по 5, что-то такое. И после этого у тебя есть в месяц 500 минут. Ну, вроде бы много сначала кажется, а потом понимаешь, что нет. Мне сразу показалось, что это достаточно такое. Но есть детеншн, где давали 16 звонков в неделю, по-моему. Ну, то есть, если ты не дозвонился, это уже считается за звонок. Кому-то давали 10 звонков в неделю, если не дозвонился, это уже считалось за звонок. Поэтому мне казалось 500 минут, которые не списываются, если ты не дозвонился. Абсолютно. И при этом еще обновляются, вне зависимости от того, сколько ты поговорил раз в месяц. Вот мы заехали, получается, 26-го числа, а уже 1-го числа у нас обновились эти минуты. Я думаю, что раз в месяц с даты заезда оказалось, что независимо от того, когда ты заехал, 1-го числа следующего месяца обновляются минуты. Поэтому будьте внимательны на этот счет. Если вы там заехали в конце месяца, то можете знать, что можете спокойно израсходовать все свои минуты, потому что 1-го числа они обновятся. Я вот об этом не знал, у меня там осталось 200 минут, я мог там сделать какие-то важные звонки. Я сказал, что это достаточно металлизированное. Внутри абсолютно не было ощущения комфорта, какого-то уюта. Но после бордера это выглядело, честно говоря, тоже очень приятно. У нас посадили в камеру, в общем, в одном домике, там у нас было 5 таких секторов, как они это называются, типа, юниты, я не знаю, нет, не юниты. Ну, короче, 5 таких зданий, они все назывались там ABCD и как деревья. Там наша была H, потом было там D, это было Dogwood, и это было Elm, как вязы. Ну, в общем, кстати говоря, как переводится, Dogwood. Dogwood. Кизил. Я не знаю, что за дерево такое, что за дерево такое. Кизил. Просто смешное название, это дерево для собак, Dogwood. Да, красивое дерево, похоже немножко на эти, на... На шиповник или на... Ну, короче, что-то такое. Посмотрим здесь. Вот такое. Заодно раз уже открыл гугл, давайте посмотрим, где находится Луизиана. Как карта, карта Америки, Луизиана. Ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж. Ну да. Вот. Калифорния. Это тут, где мы были, вот Сан-Диего. Вот здесь мы находились в бордере. И вот вместо того, чтобы мне отправиться в Лос-Анджелес, где я сейчас, нас повезли через Аризону, через Техас, через Нью-Мехико, через Техас, в Луизиану. Вот сюда. Вот. Ну что ж, продолжаем. В общем, самое важное-то вещь. Сейчас я посмотрю, там запись у нас идет. Идет. Самое... Что важно сказать. В каждом из этих центров по 8 юнитов. Юнит – это камера. То есть, в камере помещается порядка 46 человек. Вот. У нас было всегда по... Где-то примерно по 40-39. И вот нас вот наши... Наши эти два автобуса так дружненько поселили в две камеры. У нас была камера C1. У них там A1, A2, B1, B2. И так вот до буквы D. До буквы D. Получается 8 камер. Вот мы сидели в камере C1. Это был такой длинный коридор. И вот просто по... И такие койка, 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 койка. И в самом конце такие... Одна двухъярусная койка. Точнее, две двухъярусных койки. Я сразу лег на какую-то койку. Сразу как-то там у меня появился... То есть, я... Так как мы друг друга не знали практически из тех людей, с которыми мы заезжали. И половину нашей камеры, в которой мы сидели в бордере с ребятами, нас разделили. Одну половину посадили сюда, другую половину посадили сюда. Ну, то есть, в разные камеры. И почему-то нас разделили. Я думаю, что в этом нет никакой обычной логики. Просто так как-то по спискам получилось, по фамилиям. Там никто не смотрел, в какой мы камере вместе сидели. И так как я уже немножко хотел отдохнуть от своих соседей по бордеру, я как-то особенно не старался к ним привязываться. Я, наоборот, просто лег на какую-то рандомную кровать. Думаю, ну, какое-то будет у меня новое окружение. Вот. И действительно у меня там сложилось свое какое-то окружение. Вот. И... Которое, правда, через шесть дней вышло, и у меня появилось потом новое окружение. Ну, обо всем по порядку. Там есть приятное, что в детеншине есть у нас, что у нас было. Это души, душевые кабины. Ну, конечно, как и везде. Постоянно там то есть горячая вода, то ее нет. Ну, как бы уже после Мексики я... Когда она хотя бы уже иногда есть, это уже было мне приятно. Вот. Я в первую же секунду, как нас завели в эту камеру, сразу пошел мыться. После бордера мне очень сильно хотелось мыться. Хотя мы там мылись, конечно, на пятый день. Но... Два дня спустя мне, конечно, очень сильно хотелось помыться. Я прямо залетел туда, и... Стоп! Давайте пока не про камеры. Пока не про камеры. Я сейчас, конечно, опишу камеру, но все-таки перед тем, как расскажу про камеру, расскажу, что было до камеры, когда нас выделили. Что там есть? Унитазы. Там все это завешивается шторками. Вот. Плюс-минус какую-то конфиденциальность может сохранять при желании. Вот. Это приятно, потому что я слышал рассказы про то, что... В бордерах обычно... Ой, в детеншнах не всегда есть душ. Иногда в душ водят. Вот. Туалет, наверное, есть, но я не знаю об этом. Также там была такая комнатка с телевизором, по которым там можно было смотреть в разного качества американские каналы. Там CNN, CBS, Fox News, что там было? USA канал. Еще что-то такое. Звук там... Я просто не знаю, как это объяснить. Очень большое эхо. И, может быть, еще настройки самого звука в телевизоре. Мы не смогли ничего поправить. Когда ты сидишь в этой комнате, ни хрена не слышно, что говорят. Там вроде показывали все какие-то интересные фильмы, там марвеловские какие-то хорошие разные фильмы показывались. И ты не можешь ничего... Ты просто не слышишь то, что они говорят. Плюс еще люди, которые сидят в этой комнате, они все время разговаривают. Ну, то есть, это тебе не кинотеатр. И ты еще мало того, что так ничего не слышишь. Короче, я думал, что я что-то буду там смотреть телек, там что-то выучу английский. И в итоге я ни хрена там ничего не выучил. И все это было так себе. Ну, и, в общем-то, и все. То есть, особенно ты там в этом кинотеатре не посидишь. Даже когда я там был один, условно, там во времена, когда все спали, я туда приходил, у меня не было... Я все равно ни хрена не слышал. Я говорю, там были иногда некоторые фильмы или некоторые какие-то перебои, может быть, и когда-то... И иногда мне казалось, что мое ухо просто привыкло уже к этому звуку. Оказалось, что нет, это просто какие-то фильмы или какие-то каналы. Они с этим звуком как-то более-менее что-то делают. И иногда бывает слышно, но это было крайне редко. Что еще? Перед тем, как нас заселили в бордер, нас завели в такую... Короче, вот мы с нашими вещами вышли из... Точнее, без вещей. Вышли в... Зашли на территорию этого детеншн-центра и нас повели в такой, типа, спортивный зал, спортзал. И там прям по кругу сидели куча-куча людей. Там вот такие-то баскетбольные кольца. Ну, стандартный, как в школе, зал только что с электронным табло, да, который есть даже в тюрьме. И там нас начали оформлять. Нужно было подходить к куче разных людей. У одних ты взвешиваешься, там, у вторых меряешь давление. Вот, там, там, рост твой смотрят. Ну, то есть тебе записывают это все на листик, но мне эти данные ничего не дали, потому что там все время, там, вес фунтов, паундс. Что это у нас, фунты, да? Нет, не фунты. В общем, в своих метриках я мог понять, что у меня только давление хорошее и все. Вот эти вот, фит, инч. Ну, то есть ничего не было понятно, какой у меня вес, какой у меня рост. Просто это все в других метриках. Как и температура здесь тоже не в Цельсиях, а в Фаренгейте. К этому приходится привыкать. А еще здесь даты. Когда ты пишешь дату рождения, например, или дату сегодняшнюю. Сначала здесь пишется, не как у нас пишут, 5, там, точнее, сегодня у нас 23 июня 2022 года. Там пишется июнь, 06, потом дата 23, 22 года. То есть, и вот за счет перемен вот этих вот цифр тоже очень сильно путаешься. В общем, нас начали оформлять. Потом ты подходишь дальше, сдаешь свои старые вещи. Тебе говорят сразу, иди в ту комнату, тебе выдадут новые. И, короче, я смотрю, все люди оттуда выходят с какой-то сеткой. В общем, я когда захожу в эту комнатку, там такие, значит, такие, типа, примерочные. Ты там раздеваешься в этих примерочных. И тебе выдают, значит, три комплекта, значит, такие робу синюю. Кстати, очень стильно. Все начали, ребята, выходить, такие прям огурцы, такие прям стильные, модные, клевые. Белая майка такая, в общем, такой, типа, очень лаконичный, красивый стиль, который подходил практически всем вообще. Ну, то есть, даже не практически, а всем. Все очень сильно классно преобразились в этой робе. Она выглядела очень приятно, очень мне понравилась, в общем. И тебе дают, значит, три комплекта вот этой робы, три майки. Потом еще дают такую, типа, кофту и штаны, типа, как пижамные такие, белые. Выдают шлепки оранжевые и выдают такие, типа, кедики синие. У этой одежды был свой распорядок, то есть, если ты выходишь завтракать, ты должен, если ты выходишь из центра, это я уже потом узнал, нужно обязательно надевать вот эту синюю форму с белой майкой. И, значит, сверху синим таким, господи, не знаю, что это, безрукавкой такой. Если ты уже ложишься спать, то нужно переодеваться там вот в эту, как ее зовут, типа, пижаму, белые штаны. Ну, и как бы ты в ней в любом случае одеваешься, потому что там дубак невероятный, там тоже точно так же дубочит этот кондиционер больше. Ну, вот кондиционеры – это просто какой-то ужас, просто какой-то страх вот этих всех тюрем, потому что, забегая вперед, я заболел по итогу все-таки. Если в бордере мне удалось как-то пережить это все, то в детеншине я таки заболел. И болеть в детеншине – это очень неприятно. Вот. А еще ты в этой белой фуробе потом выходишь в ней на свободу. Тебе говорят, переодевайся в белое, и ты в белом выходишь, такой как белый, не знаю, голубь мира, или улетаешь на свободу. Это прикольно. Выдают тебе эту одежду, а потом ты идешь на опись своих вещей. Все прям как в кино. У тебя там, тебе там, да, пишут, что у тебя там в рюкзаке записывают, достают это все. Но у меня же там было три-то сумки, и они такие, оооо. Короче, когда они увидели, что у меня нужно, описывают три сумки. Здесь, ребят, лайфхак, сразу скажу. Я, у меня с собой были айди, и мне говорили, что с айди, как минимум, я смогу в США, когда меня выпустят, открывать какие-то документы. Потому что с теми документами, которые выдают из детеншина, ни хрена не получится тебя открыть. Поэтому, говорят, ты спрячь свои айди. Вот. Несмотря на то, что в бордере у меня мои айди забрали, но мне их положили в мои вещи. То есть, у меня их не изъяли, у меня изъяли только паспорт. А вот айди положили в мои вещи. И когда я был уже, проводил опись в детеншине, всех моих вещей, мои айди лежали у меня в карточках. В принципе, в этот момент, там, ты уже находишься с этой сеткой в руках, в этой сетке вот эта твоя роба, вот эти штаны, вот эти шлепки. В эту сетку, если ты сильно захочешь, ты можешь накидать каких-нибудь своих личных вещей из рюкзака. Я не знаю, там, ручку, блокнот. Это, конечно, я никому это не то чтобы, типа, это не запрещено, но дело в том, что кому-то из тех ребят, которые проводят эту опись, они сами говорят, ой, возьми с собой ручку. Вот. Мне, например, никто не дал ни ручку, потому что там ее потом очень сложно попросить даже какую-то ручку, чтобы записать что-то. Мы несколько дней, там, обзаводили своими собственными, там, карандашами, ручками, выпрашивали их просто буквально друг у друга, там, просили, чтобы что-то записать. Ну, можно было просто ее положить себе в эту... Ну, конечно, если кто-то сильно захотел бы, мог бы даже телефон туда, наверное, положить, но я, понятное дело, не рискнул. Ну, я к чему это говорю, что в эту сетку можно было положить там и свои ID, и все что угодно, потому что там было очень много, когда ты находишься в этой очереди, никто там за тобой не наблюдает, и все эти вещи можно было положить себе в эту барсетку, и спокойно выйти со своими ID, и все документы оформлять спокойно. Ну, я же человек порядочный, вот. Я почему-то, во-первых, подумал, что раз у меня в Бордере не забрали мои ID, мне их отдадут. Я напоминаю, что... Вы спросите, что за ID? В Беларуси ввели ID-карты, это внутренний паспорт. Это... У меня про это есть даже видео, про белорусские ID. Это новый документ, многие люди в Беларуси даже не знают о том, что они уже появились, но... Но они есть, вот. Я специально себе перед тем, как уезжать из страны, делал новые документы, потому что не рассчитывал туда вернуться, потому что с новыми документами у меня будет больше каких-то возможностей. Ну, в общем. Суть в том, что с моим ID... Ну, то есть, профукался. Я думал, что я положил его в свои карты, но у меня каждую карточку пересчитали. Пересчитали, все это записали в листик, а ID-шки изъяли. Вот. Наверное... Наверное. Если бы я попросил, типа, там, мэм или сэр, пожалуйста... Кстати, вы знали, что мэм это сокращенно от мадам? Я не знал. Поэтому говорят мэм. Ну, типа, сокращенно. Как бы, эм, дефис, эм. Точнее, эм, а, дефис, э, а, эм. Ну, то есть, я не знаю, почему букву одну отдам, дэ была... В общем, в чем фишка пропускать букву дэ, я не знаю. Но, в общем, можно было сказать мэм, пожалуйста, там, можно я себе оставлю. Наверное, по-человечески, если бы попросить, то они могли бы оставить. Но я не смекнул этого, и у меня забрали в этот момент ID. Это, конечно же, очень такой знаковый момент, потому что я в этот момент подумал, господи, какой... Ну, в общем, у меня все уже, в общем, все мысли вылетели из головы. Я думал только про эти ID, которые у меня забрали, без которых... Про которые мне говорили, что хранить нужно как девицу ока, потому что, когда я выйду из детеншена в Америке, я... Ладно, паспорт еще забрали, но без ID я вообще, ну, просто пропаду. И я, в общем, начал загоняться по этому всему делу. Провели, короче, опись моих трех сумок. Все просмотрели. Ну, вот, конечно, к третьей сумке они уже как бы устали. И если бы я сильно захотел, можно было... В принципе, они же смотрят там штаны, там, да, вот штаны one, они записывают one. Эти же ID-шки можно было положить в эти штаны, потому что в карманы-то они не залазят. Вот. Но, как бы, я еще раз повторюсь, я все сделал по-честному и радуюсь тому, что, ну, как бы, сейчас уже забегая вперед, все-таки я смог себе сделать некоторые документы. Об этом расскажу потом, как я вообще без никаких документов сделал себе калифорнийский ID. И медицинскую страховку, вот такая затравочка на будущие выпуски. Я надеюсь, что у меня будет время, потому что сейчас это просто все невероятно. Что еще рассказать про Detention? В общем, вы поняли, да, что в этот момент я мог там сохранить свои документы. Даже там какую-то... Единственное, что отдал мне менеджер, который досматривал мои вещи и записывал список, он отдал мне мою кашу. У меня были мюсли с собой и было манго. Почему-то манго он попросил выбросить, хотя манго было целое, большое и не испорченное. А мюсли положил мне... Я сначала не оценил его добрый жест, но через несколько дней, когда поел этой еды детеншиновской, я понял, что, в общем, эти мюсли ушли за милую душу в один из следующих вечеров. Кому-то там, да, оставляли и блокноты, и ручки, и еду, и лекарства, в общем. А у меня все позабирали. Все это описали, все положили в такие белые пакеты. Ну и все. И когда мы закончили, нас всех повели заселяться в эти камеры. Про камеры я уже рассказал, что там есть. Мне рассказывали, что есть камеры, где находится 80 человек. В принципе, честно скажу, вот это нахождение 40 человек в одной камере, меня не очень сильно смущало, правда. Потому что это было точно лучше, чем бордер, когда у тебя, ну там, сначала 6, потом 8 человек на квадратный метр. У тебя уже точно есть своя кровать, у тебя уже точно есть свое одеяло, там, да, у тебя уже, ну, то есть, ты можешь накрыться. Там по-прежнему холодно. Ну, ну, в общем, не знаю, я когда туда попал, я, честно скажу, радовался. Потому что по сравнению с бордером, это был просто какой-то прекрасный, прекрасное, прекрасное место. Я подумал, что наверняка там 40 человек будут шуметь, но и свет тоже там, конечно же, не выключался. Ну, ночью выключался, но он выключался очень поздно. И вообще распорядок дня там был сумасшедший, так что там это выключение света, это был отдельный момент. Я расскажу сейчас, чуть-чуть попозже об этом. В общем, были камеры еще, я слышал там, где был какой-то PlayStation, но, если честно, мне до этого PlayStation, во-первых, я понимаю, что там очередь никогда не дойдет. Во-вторых, уж, вот честно, окей, есть, он прекрасно. Были камеры там, где было 80 человек, говорю, были детеншены, в которых там 10 звонков можно было сделать в неделю, наверное, в неделю. А, да, еще в этой комнате с телевизором был такой скрин, скрин-экран. Ты к нему подходишь туда, вводишь свой... А, и тебе на входе выдают ID. Сейчас я этот ID найду, вам покажу. Это выглядит достаточно позорно. Вот. Как-то распечатано, так еще все как-то очень... Ну, как-то... Если бы уже печатали, так печатали бы уже как-то прилично. Вот, кстати, вот пропуск мой из моей украинской компании, в которой я работал, красивенький. Так вот, все тут из печати какой-то, и все такое очень нарядное такое, да, и имя, фамилия. Вот какой ID мне выдали в американском детеншен-центре какой-то вот такой вот с обрезанными цифрами, да. И вот этот документик мне дали уже именно в детеншене, да, ожидание-реальность. Ну, как бы, что можно было ожидать от тюремных документов? Что здесь написано, кстати, вот, давайте разберем. Здесь написано, мое имя, фамилия, класс, low. Low – это обозначение, вот тут написано, вверху, win correctional center. Наверное, у вас там все это в зеркальном отображении, поэтому большого смысла показывать вам, наверное, нет. Сергей, Сергей Ульянов, класс Low, low – это значит, вот это моя синяя роба, это значит, что я безопасный. Это самый низкий класс, самый высокий класс, точнее, безопасности. То есть я не опасен вообще. Там были еще какие-то оранжевые, красные робы, вот, там ходили слухи, что там красные оранжевые робы носят, убийцы, там вот это вот все. Там насильники и все такое. Но на самом деле в нашем correctional center в оранжевых робах находились те люди, которые уже были депортированы из Америки и повторно пересекали границу, ну, в общем, по каким-то причинам. То есть они уже, ну, то есть считались как нарушители, ярые нарушители закона. Вот никакие не убийцы, здесь с нами никаких убийц не было. И в камере у нас все тоже были все с таким же статусом, все были в синих робах. Вот, ребята в оранжевых робах, я их видел пару раз, когда мы ходили на прогулки, далеко-далеко, там где-то на другом поле. В своем они там жили в корпусе. Вот, и на суде, забегая вперед, я видел одного парня, абсолютно обыкновенный парень, приятный, прикольный, только что, насколько я понял, он там, его уже депортнули, и он вернулся, пытался вернуться обратно. Что здесь еще написано? Доб, date of birth, это, ну, вот, 10, месяц, 11, число и год, 1987. Здесь вот написан мой ID, 243-33-820, это вот тот самый номер, который сейчас у меня на протяжении какого-то времени будет со мной. По этому номеру в детеншене все, ко мне привязано, там, почтовый ящик, телефонные звонки, когда я звоню, я должен набрать этот номер телефона. R, S, и вот, что такое R, S, тут вот R, это, я так и не понял, S и M, тут написано, значит, S, скорее всего, это sex, M, male, ну, то есть мужчина. А что такое R, точнее, да, R и U, я так и не понял, мы пытались разгадать, никто из ребят так и не понял, что это за обозначение. Здесь еще есть какой-то номер VNC, 2020-003621, для чего он нужен, я так и не понял, и им никто не пользовался, то есть только большой вот этот номер мы использовали для всего. Мы его в себе вешаем сразу на эту робу, вот как-нибудь вот так вот. После, кстати говоря, после вот этой металлической штуки на всем белом остаются ржавые следы, которые, кстати говоря, не ацетируются, так что имейте это в виду. Точно так же, как и простыни все, которые металлические вот эти вот касаются, металлических всех вот этих краев, все тоже становятся какими-то желтыми, некрасивыми, ну, уже что поделаешь. Потом, что еще? Сразу расскажу, как звонить, да, нужно набрать единичку, потом она скажет, выберите, а, да, точнее, сразу нужно набрать номер через 011. Ну, условно, если это московский телефон, да, вы хотите позвонить в Россию, то нужно набрать 011, потом 7, тра-ля-ля-ля-ля. И, соответственно, так в любую страну. И дальше, после того, как вы наберете номер, девушка спросит, английский или испанский, вы набираете цифру 1, потом она попросит ввести ваш номер, вот этот вот тот самый номер, ваш личный ID, он же A-number. У него два названия ID и A-number. ID-number и A-number. И после того, вот как вы введете этот ID, у вас попросят ввести пароль. Пароль, первоначально будет ваша дата рождения, он как раз-таки у меня 10-11, а потом вы можете его заменить на свой. А, он еще первый раз попросит назвать вслух вашу имя и фамилию, вот эти имя и фамилия будут отображаться вашим, тем людям, которые звонят. Кстати говоря, из нашего детеншена дозвониться в Россию пользователям мегафона не получилось. То есть, мы выяснили это опытным путем, никто не смог дозвониться до тех людей, кто на мегафоне. Так что, имейте в виду, если не можете дозвониться. Человек, который будет поднимать трубку, ему там что-то будет произносить, потом автоматически будет воспроизводиться запись моего имени и фамилии, как я сказал, свое имя и фамилия. А потом нужно будет нажать единичку, так что можете предупредить своих родственников заранее о том, что им нужно будет сделать. Что же еще такого? Да, у нас есть вот этот скрин, он находился в комнате, экран такой, в комнате с кино. Там также можно было ввести свой ID номер и написать имейл. Бесплатно давалось два имейла в неделю. Это смешно, конечно, но 500 минут это много, а тут два имейла в неделю. Все остальные имейлы платные, плюс для того, чтобы человек, которому вы напишите письмо, чтобы он получил письмо от вас, ему нужно будет заплатить 50 центов. Для этого ему нужно будет создать свой аккаунт, это такая достаточно сложная система, я к этому вернусь еще попозже. И есть планшеты еще. Планшеты там, они даются на 15 минут, поэтому проку от них нет никакого. Но единственный лайфхак, до которого додумался не я сам, это если ты далеко лежишь, твоя койка далеко лежит от часов, которые показывают, сколько сегодня времени, то можно взять с собой планшет, положить около кровати, и у тебя все время будет показано, сколько времени сейчас. Если он только не будет перезагружаться, они просто очень глючит. Сначала я лежал недалеко от часов, поэтому мне это было не нужно, а потом пользовался этим лайфхаком. Что на этих планшетах? На этих планшетах за 15 минут ты точно так же можешь написать письмо, но там еще есть типа новости можно почитать, и типа музыку послушать, но наушников нет. Соответственно, так просто без наушников не послушаешь, наушники можно будет покупать. Сейчас про это расскажу отдельно, как это все покупается. Это вообще смешно очень, как это покупается. И что там еще есть? Там типа есть игры, ну какие-то типа Тетрис, там типа Судоку, типа там вот эти. И летит такая змейка из шариков, тебе нужно в эту змейку попадать там шариками нужного цвета такое. Ну за 15 минут там особенно не поиграешься, и потом у тебя, по-моему, после того, как ты, в общем, 15 минут прошло, ты 180 минут больше не можешь входить снова в свою учетную запись. Ты, короче, там сильно не поиграешь, и новости не почитаешь, и музыку не послушаешь, ну и вообще. Вот. Доступ можно дополнительно покупать там час, по-моему, я не помню, доллар стоит, или что-то такое. Вот. Можно это приобретать. Я не приобретал, мне там нахрен все было не нужно, все тигры и все остальное. Мне нужно было только имейлы писать. Ну что ж, вот привезли нас в этот детеншн, расстелились мы по койкам, я сразу забежал в душ. И тут же нам говорят, все, все, давайте, выходите. А-а-а, чтобы было понятно. Вышли из бордера мы в 2 или в 3 часа утра, в Луизиану мы прилетели, я не помню, было около 12, и там еще время другое, там на 2 часа больше, получается где-то 2. И закончили мы вот это все оформление, вот это вот все, я сказал, взвешивание, опись, выдача документов, вот эти вот все, точнее не выдача документов, а сдача, наоборот, всех своих, своего имущества, выдача одежды, все это длилось, короче, зашли мы в эту камеру в 9 часов вечера. То есть первый день у нас прям прошел вот весь в переезде, в оформлении, а еще нас повезли в медпункт, я совсем об этом забыл, и в медпункте с каждым человеком тоже разговаривали, там спрашивали все про твои болезни, то есть я опять-таки в бордере все это говорил, они из бордера ничего не перевезли, нужно было говорить все свои болезни, называть заново. Вот, ты, конечно, на стрессе все еще это забываешь, плюс они предлагают переводчика, они там звонят в такой специализированный сервис, там здесь сидят люди, которые, ну вот на зарплате работают такими онлайн-переводчиками, ты звонишь как вот, там, тра-та-та-та-та-та, потом говоришь, там, пожалуйста, выберите язык, который вас интересует, там, русский язык это цифра 6 обычно, и вот там сидишь, висишь на линии, потом говорят, вот, здравствуйте, ваш менеджер там такой-то, такой-то, сейчас его номер такой-то, такой-то, сейчас он будет вам переводить. Но, я сразу скажу, что я в основном не просил переводчика, иногда я об этом жалел, потому что все-таки, когда ты находишься в, ну вот, в экстремальных обстоятельствах, где тебе нужно представлять свои интересы перед законом, конечно, лучше понимать друг друга более корректно, и... Но, тем не менее, я понял, что у меня другого момента практиковать английский язык, кроме как сейчас, там, если я все время буду убегать от этого, пользоваться переводчиками и так далее, я не смогу выучить английский язык никогда, поэтому я начал, ну, как-то, там, как мог изъясняться с врачами, и, в принципе, у меня все получалось. Конечно, это было все не бриллиантом, да, но как-то я, там, смог объяснять свою позицию, объяснил свои, там, все свои болезни, и все, там, сказал, какие лекарства мне нужны, и вот все это записали, и поэтому так много времени это все заняло, только в 9 часов вечера мы вошли в эти камеры, и после того, как мы только успели расстелить наши, там, нам дали такие матрасы комплектом, да, простынь, наболочка, подушка, кстати, подушки у всех были разные, как матрасы, у кого-то была подушка, как нормальная подушка, у кого-то была подушка, например, у меня, какая-то милипидрическая херня, которую нужно было сложить еще в 3 раза, чтобы она хоть чуть-чуть напоминала, ну, и лечь на нее только вот головой, там, уже не положив руки, да, только головой, чтобы она напоминала как-то вот по объему привычную тебе подушку. Ну, только что, да, и нас сразу же повели куда-то, типа, сказали, вы остановитесь в line, типа, в онлайн, и повели, и вот мы пошли, и там есть такая, типа, часовня, chapel это называется, не церковь именно, а именно часовня, да, я сейчас проверю, chapel, да, часовня, она называлась chapel of freedom, часовня свободы, очень иронично, да, все подумали, что какая-то сейчас будет религиозная история непонятная, в общем, действительно, нас привели, посадили там такой вот актовый зал, напоминает любой известный вам актовый зал, вполне себе прилично, как в университете, я не знаю, например, нормальный актовый зал, нас там рассадили и включили по телеку обращение, по-моему, директора вот этого коррекционного центра, который рассказывал устно основную информацию на английском языке об этом учреждении. Не знаю, зачем это нужно было делать на видео, нам тут же сразу же раздали листочки с тем, что он говорит, то есть у нас была, было написано на листочках вся его речь на русском языке, кстати говоря, там это все было гуглом переведено, но из большего все было понятно и все так переведено прилично, и говорил он достаточно долго, порядка сорока минут, мы там уже успели все это прочитать, кто-то уже даже захотел спать, пока он говорил, нас всех вызывали к столам, там за столом сидело три человека, один из этих ребят пытался как-то с нами разговаривать типа на русском языке, и там было несколько вопросов, один из них был ваша вероисповедание, и я сейчас, кстати, у меня будет такой камин-аут небольшой, я написал, что я католик, вот. Я склонялся между двумя вариантами, во-первых, меня крестили как в православной церкви, но мне никогда она не нравилась, не архитектурно, я всегда смотрел на костелы, на католические церкви с таким воодушевлением, мне всегда там нравилось больше проводить времени, плюс у нас там красный костел, она в центре города, и я всегда обожал именно католическую культуру, вот у меня даже подруга как-то прошла, господи, как этот обряд-то называется, я забыл, в общем, посвящение в католике, она тут поменяла свою религию, я об этом даже задумывался, но в тот момент уже, когда я об этом задумывался, я больше склонялся к тому, что я становлюсь атеистом и вообще не верю ни во что, вот, но у меня было видео одно, которое я не залил, когда я находился в гей-шелтере, который как раз-таки спонсировался католической, по-моему, я сейчас точно не могу сказать, но церковью, и в этот момент я впервые задумался о том, что вот церковь мне помогает, возможно, мне стоит пересмотреть свои взгляды о религии, и когда меня как раз-таки вызвали к этому столу, я думал, что мне написать, я православный атеист или написать, что я католик, и я подумал, ну раз я начинаю свою жизнь с чистого листа, я поставил галочку, что я католик, свидетелей того, как меня крестили, нет, и я тоже не был свидетелем, может быть, кто-то перепутал, да, и сказал мне неправильно. В общем, я решил, что я начинаю свою жизнь сначала, с нуля, и почему бы не стать католиком. По крайней мере, я попробую. Вот такое вот признание, чистосердечное. Я к этому отнесся с иронией, потому что подумал, ну кому это вообще, в принципе, важно и интересно. Я не знаю, может быть, кому-то это важно и интересно. В общем, подписали, мы поставили эту галочку напротив того, какая у вас религия, и все. Самый умный чувак там еще смог выпросить карандаш себе, вот потом я у него постоянно просил этот карандаш. Ну и через 40 минут очень-очень был прикольный момент, что вот когда закончили мы просматривать это видео, знакомительное, это где человек просто сидит и с листикой читает то, что у нас написано на листиках, которое мы нам выдали, организаторы этого всего дела включили песню Джак Халиб. Типа, прошу прощения, на русском языке, я не знаю, как называется эта песня, но я понял, что это Джак Халиб. И это, конечно, как-то, в общем, день был, в принципе, неплохой. То есть, к нам как-то очень классно, у нас там проверяли все эти документы, все это было с каким-то таким приятным отношением, и не было у меня никакого ощущения, что меня кто-то там... В общем, было ощущение, что в детальше я проведу классное время, ну, как классно, ну, то есть, это будет не как в бордере, я, ну, как минимум, то есть, какое-то время, оно будет плюс-минус достаточно комфортно, я буду в ограничениях, но здесь ко мне будет хорошо относиться и доброжелательно, и у меня было ощущение того, что я буду здесь на состоянии комфорта находиться. Ну, в общем, мы вернулись обратно, уже стемнело, я посмотрел ночь, как выглядит ночь в Америке, и, а, и, по-моему, у нас сразу же был ужин, да, ужин у нас был ужин, нас покормили, я не помню чем, честно говоря, не помню. Там приезжала такая металлическая, металлический такой шкаф, оттуда нам выдавали в таких специальных пластиковых формах еду, и мы из них ели, вот. Ну, и легли, собственно, спать, такой первый день был достаточно насыщенный, и все были уставшие, конечно, все легли спать, вот. Ну, и в целом, если так говорить, первая неделя, первые шесть дней прошли на таком лайте. Во-первых, ты ознакомишься с новыми людьми, ты разбираешься, как здесь все работает, ты как-то там сам немножко приходишь в себя после того шока, который у тебя был в бордере, да, и так как все для тебя новое, как-то и дни летят быстро, и оно в целом, ты там уже начинаешь обсуждать уже какие-то там дела, которые будут из тебя на выходе, там уже ты уже думаешь немножко о будущем, и в первые, наверное, шесть дней они такие достаточно прикольные. Единственное, единственное, ну, как бы прикольное все в кавычках, понятное дело, так как, понятное дело, это заключение, да, это очень дискомфортно. Опять-таки, я повторюсь, кондиционер никто не отключал, но там была возможность хотя бы надеть три комплекта своей одежды, чтобы тебе было не холодно, там еще надеть вот эту пижаму свою, чтобы тебе было не холодно, тут летают, кстати, комары. И да, кондиционер валил, но ты хотя бы мог одеться, скажем так. Какой распорядок дня? Какой распорядок дня в детеншене? Это сейчас все будет не шутка, я даже специально возьму листик, где я себе записывал распорядок дня, чтобы не обмануть вас. Не то, чтобы я записывал его для вас, я записывал это для себя, чтобы просто ориентироваться во времени, чтобы понимать, во сколько нужно лечь спать, чтобы... Спасибо. Ой, спасибо. Прошу прощения, хотел сказать. Во сколько ложиться спать, чтобы, ну, в общем, успевать на все эти процедуры, потому что распорядок дня был, ну, мягко говоря, нечеловеческий, был очень странный. В первый день, в общем, что происходит? Ты слышишь в 3 часа утра... А где же этот листик? Давай-ка ищем сначала этот листик. В 3 часа утра. Вы не ослышались? В 3 часа утра ты слышишь... Сико! Что такое Сико? Сико! Какой-то женский голос кричит Сико. Ты не знаешь, фамилия это, имя, может, чье-то она называет. Может, она к нам или это... Вообще, в целом кричит просто. В общем, в этот момент, как бы, большинство людей, ну, как бы, не реагируют никак, и все. И, ну, то есть, у нас было полное недоумение, что происходит, и... Более того, я даже скажу, что в первую ночь, я думаю, что никто этого даже не слышал. На это Сико начали обращать внимание уже там с дня... Ну, там, 3-го, наверное. А так это было какое-то... Что происходит? На самом деле, Сико... Я понял, что такое Сико на, наверное, на неделе уже 3-й своего пребывания в бордере. Сико – это Сик-Кол, то есть, вызов больных. Если кто-то заболел, он может подойти и сказать о том, что... И сказать о том, что... Он болеет. Ни в какое-либо другое время. Только в 3 часа утра ты можешь прийти и сказать, что ты болеешь. Я понимаю, что это, может быть, звучит как-то странно, но так и есть. В 3 часа утра ты можешь сказать о том, что ты заболел. Ни в 6, ни днем, никогда в другое время. Только в 3 часа утра приходит человек, который кричит Сико, и именно этой девушке ты должен сказать, что ты болеешь. Если ты заболел в 6 часов вечера, и ты уже знаешь, что тебе нужны таблетки от температуры, тебе нужно ждать в 3 часа утра следующего дня. Еще обязательно не проспать, потому что ты же на стрессе, ты можешь выключиться только в 2 часа ночи от стресса. И в 3 часа она там проорет тебе, ты ничего не услышишь. Многие пропускали. Можно, конечно, просить там соседей. Что происходит дальше? В 4 часа утра, вам, опять-таки, не послышалось в 4 часа утра, у нас завтрак. Вот. А с одной стороны, это смешно и приятно, потому что завтрак тебе дают в постель. Ну, здесь заезжает этот металлический шкаф, и всем выносят прямо в постель, выдают эту еду. В первый день еда у нас была прикольная, у нас были такие панкейки с сиропом. Я вот этого всего не ем, вот, ни панкейки, ни сироп, вот эту всю хуйту вредную я не ем. Вот. И там еще была какая-то каша, какая-то мерзкая, какая-то с перцем. Я так и не понял, что это было за каша, но я до сих пор ее помню. И, по-моему, молоко еще дают в таких вот маленьких этих конвертиках. Ну, все так поели, там, прикольно, типа, ой, в Америке завтрак в постель, все ха-ха-хи-хи. Вот. Ну, и легли опять спать. Вот. В 6 часов утра. В первый день, по-моему, у нас этого не было, но вообще в 6 часов утра приходит, ты слышишь крик. Медиси-эн! Медиси-эн! Ну, как бы, по логике вещей понимаешь, что это лекарство, да, медицина. Вот. Логика тебе подсказывает, что что-то там связано с лекарствами. В общем, это значит, когда, типа, там, если ты уже, твои лекарства уже закупили, тебе их выдают, ты их можешь получить в 2 раза в день. В 6 часов утра и в районе 8-9 часов вечера. Иногда они приходят в 10. Ну, в общем, распорядок максимально странный, то есть, если у тебя прием таблеток 2 раза в день или там только на ночь, тебе обязательно нужно ждать, когда придут за тобой за лекарствами. Что потом? Дальше немножко распорядок будет плавающий, потому что меняется время каждый день. Нас водили на прогулку первые дни в 8 часов утра. Что из себя представляет прогулка? Ну, то есть, они тоже говорят, собирайтесь, одевайтесь в эту робу, вот эту синюю, и выходите. Вот. Обязательно ни в белом, там, ни в шлепках выходить нельзя. Нужно обязательно именно переодеваться в эту робу, иначе тебя не выпустят. Нужно выходить обязательно со своими ID, вишать себе их сюда, чтобы у тебя потом их перед входом в эту зону забрали. В общем, ты выходишь, немножко проходишь, и там есть вход в такое, типа, поле, на поле, вот. У тебя там есть на нем небольшое футбольное поле, и просто есть там зеленая травка, где ты можешь просто гулять или что-то делать. В первый день я еще там ничего не делал, но забегая вперед, хочу сказать, что каждый день у меня были тренировки. Это было единственное время, когда я там побегал, бегал кросс, занимался прессом, качал, там, что-то, какие-то отжимания делал. В общем, все это дело у меня вот час была у нас, как ее зовут, прогулка. Вот час, это называется outside, go outside. Ну, то есть, не там, не когда мы пойдем гулять, не when we gonna walk, именно outside. Типа, выход из здания, outside. Ну, то есть, и у нас все так, когда спрашивали, будет у нас сегодня outside, outside спрашивали. When outside, у нас те ребята, которые меньше всего разговаривали на английском языке, задавали просто одно это слово, произносили outside, и им говорили yes or no, или там, может быть, смена поменяется, и тогда вам скажут, может быть, мы с нами нет, а вот следующая смена придет, может быть, она вас выведет гулять и так далее. Так как у тебя нет часов, ты не знаешь, сколько времени у тебя есть, там, сколько, ну, тебе нужно бегать полчаса, а потом заниматься или больше, там, короче, ты все время всегда как-то интуитивно распределяешь. Я понимал, что я сейчас ем абсолютно вредную еду, но так как у меня выбора, либо вообще голодать, либо есть хоть что-то, я выбирал себе есть эту еду, но понимал, что я еду в Голливуд, мне нужно выглядеть хорошо, мне нужно заниматься своей физической формой, я и так уже за эти два месяца, как бы, пока я еду, путешествую, да, я уже как бы и так ем не как бы, ну, не все, что попало, но, ну, в том числе и все, что попало тоже. И я понимаю, что мне нужно выглядеть хорошо, мне нужно, чтобы у меня там был пресс, ну, потому что я еду работать в инфраструктуру, где, ну, лицо важно, как бы это даже не то, что я придумал, ну, и плюс, я реально, честно скажу, что я думаю, что люди, которые страдают там паническими атаками, депрессиями, как я, знают прекрасно, что спорт – это то, что всегда служит тебе невероятную службу, не только встреча с психотерапевтом, но и физические нагрузки – это то, что позволяет тебе выбрасывать энергию, и я нисколько не жалею, точнее, я очень рад, что на протяжении 20 дней у меня каждый день, ну, кроме первого дня, были утренние тренировки. Иногда нас выводили два раза в день, иногда я два раза тренировался в день. Выводили два раза в день, у нас достаточно редко, я слышал, что кого-то выводили даже три раза в день, ну, в самом начале, вот, у нас это было только один раз в день. Короче, я занимался спортом, несмотря на то, что я занимался спортом, все равно живот у меня рос, потому что вот ты ешь эти панкейки, там, условно, 4 часа утра, ложишься спать до 8, до прогулки, и, наконец, понятное дело, что у тебя здесь все переваривается, там, да, все это у тебя откладывается в бока, в живот, вот, и участвуй этой бедной тренировке. Я раньше только бегал час, и второй час я, там, занимался всякими физическими нагрузками. В общем, тренировка меньше, там, двух с половиной часов, двух с половиной часов, три раза в неделю у меня никогда не было. А тут у меня час на все про все, ну, хотя бы каждый день, ладно. Что потом? В 11 часов у нас уже обед, вам не послышалось, обед в 11 часов. Конечно, я после тренировки ждал этого обеда очень сильно, вот, давали на обед какую-то обычную всякую фигню невкусную, обязательно с какой-нибудь подливкой, короче, все это было абсолютно невкусно, ты не наедаешься. Что потом у нас? А, ну да, я принимал душ обычно после тренировки, потому что... И тут такой контраст сразу, у тебя в камере очень холодно, ты выходишь на улицу, там прям солнце полит, какая-то вообще космическая, в Луизиане очень жарко и душно. И прям на таком контрасте ты один час в день проводишь именно в жарище, причем раздеваться нельзя, если ты занимаешься спортом, ну, то есть, там, по сексуальному харассменту этого делать нельзя, нельзя привлекать внимание других людей, провоцировать людей на сексуальное домогательство. На эту тему очень много висит разных там постеров везде, что сексуальное домогательство в тюрьме, там, вот это все, короче, раздеваться по этому поводу нельзя, нельзя там снять, вот что, если ты хочешь побегать, нельзя снимать никаких там маек, вот этого всего. То есть, я там себе закасывал рукава, максимум делал, что штаны натягивал там до колен, условно там, да, чтобы хоть каким-то образом там чуть-чуть свое тело дать ему дышать во время моих этих спортивных тренировок. Потом я приходил, принимал душ, в 11 часов у нас был завтрак, обед ужасный этот. Первые дни у нас еще потом была в 13 часов прогулка, но это было буквально пару дней, и потом это прекратилось. И в 4.30 вечера, в 4 обычно, уже был ужин. Вот, и потом, потом как-то там люди время свое проводили, как там, либо у телефона, либо в разговорах, либо в этом кинозале. Вот, в 9 часов вечера тебе приносят там медицин твою вечернюю, ты можешь получить. Ну и все. Вот, я для себя решил, что я буду сразу после этого вечерней медицин ложиться спать, чтобы, ну, то есть, это где-то в районе 9-8 часов вечера, чтобы поспать до этого первого утреннего медицины, а точнее, сиккол, если я болею, или до завтрака. Это получается с 9 до 10, до 11, до 12, до часа, до 2, до 3, до 4. Вот, как раз-таки, 7 часов получается здорового сна. И как раз-таки, я просыпался, ну, то есть, после завтрака обычно никто не вставал, и у меня был свободный телефон, я мог всегда позвонить кому-то. Плюс, как раз-таки, в России этот день, если здесь у нас это 4 утра, там, пол-5 утра, то там это день, это прям обеденное время. Очень удобно, можно со всеми созваниваться, вот, кто там, у меня в основном в Москве ребята все self-employed, поэтому не, ну, как бы, не на переговорах там, ну, то есть, я имею в виду, не на работе, не в офисе, могут спокойно общаться днем. И это было для меня очень даже, ну, то есть, телефон не занят, кинозал не занят, можно там посидеть одному, что-то посмотреть, вот. Потому что обычно, как вы понимаете, там, ребята все смотрели, либо какие-то боевики, я думаю, нахер вам эти боевики, вы и так сейчас сидите на стрессе, там еще всех убивают, там это с пастердельного Варайана они смотрели, там, где все плохо заканчивается, там, ну, короче, какие-то очень постоянно все убийства, 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 я думаю, хотя бы какую-нибудь комедию тут, может, покажут хотя бы где-то там что-то. Хочется как-то себе поднять это настроение, вот, без этих всех кровавых разборок, вот. Вот, и поэтому утром у меня было время, там, посмотреть, что я хочу, но тем не менее, все равно у меня, как я уже говорил, там, по этому телевизору ни хрена не слышно, вот. И было время позвонить. Но, сразу скажу, что, когда мне, когда меня поселили в камеру, я понял, что у меня нигде не был записан номер моего поручителя, и я сразу же в первый день, там есть такие формы, у меня есть с собой такая, не одна даже у нас, потому что у меня записаны на них, вот такие вот формы, называются они Detainer Request Twice. Короче, ты можешь писать здесь по разным классификациям по поводу своих вопросов. Тут можно писать офицерам, которые охраняют этот юнит ваш, можно писать по обучению, можно писать в библиотеку, можно писать священнику, можно писать главному ассистенту какого-то офицера, можно писать по поводу своего имущества, можно писать своему айс-офицеру, можно писать психотерапевту, можно писать в суд, можно писать юристу какому-то, можно писать по поводу здоровья запрос, можно писать по поводу я не знаю, что такое лаундри. Давайте посмотрим. Прачечная, оказывается, прачечная, что тут такое, mailroom, типа в какую-то комнату, где можно письма писать, я не знаю. По поводу еды можно писать, food service, detainer banking, это отдельная тема, про нее буду говорить потом, банковский счет свой в тюрьме, и law library, юридическая библиотека. Вот здесь вот есть такое место для вопроса, пишешь его здесь на английском языке, и здесь ответ тебе приходит. Ответ обычно приходит в сложном виде, сейчас я покажу, у меня есть. Я сразу же в первый день написал, попросил дать мне доступ к моему телефону, чтобы на бордере мне спокойно дали залезть в свой телефон, посмотреть номер своего поручителя, я думал, что точно так же будет легко это сделать и в детеншине. Но не тут-то было. В детеншине мне сказали, пиши-ка вот этот реквест, и забегая вперед, за 20 дней нахождения моего в детеншине, на мой реквест с просьбой получить телефон с контактами моего поручителя, я не получил даже ответа. То есть мне, не то, что мне выдали мой телефон, мне даже ответ не сделали. Ответы приходят вот в таком вот виде. Да, вот так вот сложенными. И получил я за все свое время, за все свои обращения только один такой вот письменный ответ. О нем уже скажу попозже. Как я поступил? То есть я понял, что у меня нет ни одного, ни одного контакта. И что сказать, с этими контактами, вот как бы вы поступили? Вот как бы вы поступили, если бы у вас не было ни одного контакта? Все сидят там, звонят своим матерям, звонят своим друзьям, звонят своим спонсорам, сообщают. Я понимаю, что у меня, я уже 6 дней, уже 26, я зашел на границу 20 числа, и уже 6 дней никто не знает, где я. Вот, и я уже в конце, я понимаю, что уже там в России, уже в Беларуси, там в Украине уже 27 число, уже 7 дней там никто не знает, что со мной происходит. Я не знаю, как, никак не знаю, как кому сообщить о том, где я, что я со мной. И как связаться, главное, с этими людьми теперь. Ладно, я понял, что видео получается очень длинное, поэтому будет оно из нескольких частей. Я эту часть останавливаю, вводную. Дальше расскажу про то, что происходило внутри в течение этих 20 дней. И если у вас есть какие-то вопросы, сразу задавайте их, пожалуйста, в комментариях. Также в комментариях там есть ссылочка на донат. Я сейчас в США в очень тяжелом положении. Если вы можете мне чем-то помочь, я вам буду очень сильно благодарен. Я все-таки сейчас беженец и нуждаюсь во всем, во всем, во всем вообще. И в еде, и в месте жительства, и в каких-то деньгах на какие-то документы, на документационные вопросы. Поэтому я с вами делюсь своим опытом. Если вы поделитесь со мной какой-то финансовой поддержкой, я буду безумно благодарен. Все мои соцсети внизу можно там смотреть. Я везде делаю какой-то свой контент. В Инстаграме свое, в Телеграме свое. Как минимум вы не потеряете меня. Подписывайтесь, где удобно, я есть везде. Спасибо, что со мной. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...